Русский предприниматель и меценат Савва Морозов прославился не только добрыми делами, но и необычной, трагически оборвавшейся судьбой. Вспоминаем великого покровителя искусств и основные вехи его жизни. Савва родился в старообрядческой купеческой семье и воспитывался в строгости. Детство он провел в московской усадьбе, а когда вырос, поступил в московский университет, где получил образование химика. Поскольку семья занималась ткацким делом и знания были необходимы ему для работы, после окончания университета Савва отправился в Кембридж, где также изучал химию и специфику управления текстильным производством. И, наконец, в 1886 году он сумел применить знания на практике, возглавив товарищество Никольской мануфактуры Саввы Морозова сын И.К. Савва Тимофеевич без особых затруднений достиг успеха в бизнесе, ведь он был умен, образован и трудолюбив. В управлении, в отличие от своего авторитарного отца, он придерживался самых прогрессивных методов, отправлял рабочих учиться, ограничивал трудовой день подростков, оплачивал беременным сотрудницам временный отпуск и при этом внимательно следил за деятельностью управляющих. Рабочие, прослужившие на Морозовском производстве более 10 лет, могли претендовать на пенсию. Но доброта Саввы Тимофеевича простиралась далеко за пределы производства, он помогал людям искусство, поддерживал предпринимательство и политические круги, которым симпатизировал. Так, Морозов считался одним из сооснователей Московского художественного театра, которому регулярно помогал материально, а еще лично участвовал в организации постановок, создании декораций и костюмов. Для своей супруги Морозов выстроил особняк, архитектором которого стал знаменитый Федор Шехтель. Впоследствии в этом доме часто бывали представители творческой и номенклатурной элиты. В начале 1900-х города он поддерживал либеральное движение, а чуть позже стал финансировать революционные начинания, в том числе, издание социал-демократической газеты «Искра». В начале 1905 года Савва Тимофеевич составил записку, в которой выступал за демократические свободы, утверждая, что забастовки рабочих, которые не наносят никому вреда, караться не должны. Ход этому документу дан не был. Но внутри семьи произошел конфликт, мать Морозова Мария Федоровна пригрозила сыну отстранением от дела и, действительно, была переизбрана на должность директора распорядителя вместо него. Правда, исследователи полагают, что Савва Тимофеевич все-таки продолжал принимать участие в делах компании. В любом случае, ситуация плохо сказалась на его настроении и даже здоровье. Семья отправила его лечиться в Канны. В мае 1905 года Савва Морозов был найден в своем гостиничном номере с простреленной грудью, по официальной версии, он совершил самоубийство. Рядом с предпринимателем лежала записка «В смерти моей прошу никого не винить». Несмотря на это, некоторые были уверены, все это лишь инсценировка, и на самом деле Морозова убили. Современные исследователи тоже отмечают странные несоответствия в деле о гибели бизнесмена и одной из них – тот факт, что родственники похоронили Савву Тимофеевича на кладбище, что церковь категорически запрещает в отношении самоубийц, а ведь Морозовы были глубоко религиозной семьей. Савву Тимофеевича запомнили как покровителя и мецената. Еще долгое время после его смерти ходили слухи, что на самом деле фабрикант остался в живых. Возможно, эти легенды распространяли рабочие, которые отказывались верить в гибель начальника, который был так к ним добр. Если вам понравилась статья, поддержите нас лайком, это поможет каналу развиваться. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые публикации об истории и произведениях искусства. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!